Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы вас приветствуем на телеканале ТНВ «Татарство. Новый век». Сегодня мы начинаем цикл передач в рамках нового просветительского проекта «Кто мы татары?» И в студии ее ведущий я, Раиль Фахрудинов. На протяжении всего телевизионного сезона мы с вами будем говорить о непростой, сложной, но, конечно же, яркой истории татарского народа и его культуре. Мы будем вести разговор об этапах становления государственности татарского народа, этапах его этнополитической истории. Словом, совершим увлекательные путешествия в прошлое татарского народа. А помогать нам в этом будут наши гости. Это ведущие ученые, историки, этнологи, археологи, антропологи. И сегодня с большим удовольствием я хочу представить нашего гостя, известного историка, археолога, этнолога, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института истории имени Шагабудина Марджани, Искандера Леруновича Измайлова. Здравствуйте, Искандер! Добрый день, Раэль. Добрый день, уважаемые зрители. Очень рад присутствовать на этой передаче. Искандер, вот общеизвестно, что татары являются составной частью тюркской языковой группы, большой алтайской языковой семьи. И, конечно, вполне резонно первую передачу посвятить нашим истокам. Кто такие тюрки? Где наши истоки? Была ли единая тюркская идентичность? Поэтому тема нашей сегодняшней передачи – древние тюрки, горный и центральный Алтай, прародина и колыбель тюрков. Одной из самых ярких страниц в ранне-тюркской истории является период, когда Алтай был частью обширных тюркских империй Центральной Азии. Тюркские раннесредневековые государства простирались на огромной территории, и Алтай играл ключевую роль. Поэтому можно говорить, что Алтай – это колыбель тюркских народов. О ранней истории тюрков сохранилось очень мало информации. Согласно одной из легенд, представленной в китайских летописях, предки тюрков некогда жили на побережье Западного моря. Они были полностью истреблены жестокими врагами, сохранившими жизнь только одному мальчику. В числе детей, родившихся от брака волчицы и мальчика, был Ашина. Он стал вождем возродившегося племени, а именем Ашина назвали правящий род. Один из его потомков, Асеншат, переселился на Алтай. В результате именно на Алтае с течением времени сложился союз племени, получивший название тюрк. Пришлое племя Ашина после переселения на Алтай сумело не только адаптироваться в новых условиях, но и консолидировать вокруг себя местных кочевников, создав мощное объединение, способное спустя менее чем столетия коренным образом изменить политическую ситуацию в Центральной Азии. Важным фактором, определившим стремительное развитие тюрков на Алтае, стали богатые природные ресурсы региона. Наибольшее значение имели удобные пастбища для выпаса домашних животных, а также залежи железной руды, необходимые для изготовления предметов вооружения. В результате Алтай стал базой для формирования тюркской общности, выход которой на политическую арену способствовал созданию крупной кочевой империи евразийского масштаба. Итак, Искандер, Алтай – это колыбель тюрков, это колыбель тюркских народов. Но вот древний этап, прото-тюркский этап нашей истории, он очень сложен для изучения. Малое количество источников. В связи с этим я хочу вас спросить, а какие современные методы используют историки, археологи, антропологи по изучению древней тюркской, прото-тюркской истории? И, как говорится, это очень правильный вопрос. Потому что вопрос о методике является определяющим для направления наших научных изысканий. Дело в том, что долгое время историки и археологи пытались найти нечто тюркское в той или иной археологической культуре. А современные методики предполагают несколько другую основу для этого изучения. Поскольку речь идет о тюркской языковой семье, то направление исследований лингвистов направлено на то, чтобы изучить древнейшее состояние тюркского языка. Выявить лингвистические заимствования из других языков, определить какие-то элементы общей лексики, для того, чтобы попытаться с помощью вот этих вот древних прото-тюркских слов локализовать прародину тюрок. И в институте языкознания под руководством Анны Дебо была сделана огромная работа по изучению вот этих вопросов. Они примерно локализовали ареал тюркских языков, древних тюркских языков в треугольнике между Алтаем, Хинганом и бассейном Хуанхе, областью Ордоса. Там, где Хуанхе делает такую петлю. И вот получается, что в этом вот треугольнике как раз очевидно располагалась древняя прародина тюрок. Вот вы хорошую тему затронули, что в разные периоды те или иные исследователи пытались связать древнюю тюркскую историю с теми или иными археологическими культурами. Я в связи с этим хотел бы слушателям напомнить, что предыстория прото-тюрков некоторые исследователи связывают со знаменитой на весь мир пазырыкской археологической культурой. Смею напомнить, что в свое время талантливый советский археолог и этнограф Сергей Иванович Руденко, в общем-то, сделал достоянием памятники этой культуры. Результаты работы Сергея Руденко, его учеников, его соратников на сегодняшний день отражены в многочисленных публикациях и, я бы сказал, в многочисленных музейных экспонатах, в том числе и в Эрмитаже. Вот этот богатейший археологический материал, он некоторые исследователи увязывают с древней тюркской культурой. Вот в частности я хотел бы вспомнить выдающегося нашего земляка, доктора искусствоведения Фуат Хасановича Валеева, который в свое время попытался впервые связать искусство пазырыка с некоторыми элементами декоративного искусства, например, казанских татар в заказании. Вот в этом отношении ваше мнение какое? Дело в том, что многие мотивы орнаментальные, они кочуют из культуры в культуру и то, что они были в пазырыской культуре и потом были унаследованы многими другими культурами и потом перешли в различные культуры средневековой эпохи, а потом и в современную культуру татар, это не является обычным делом, то есть таких схождений можно найти много. Это не является прямым доказательством того, что пазырыская культура является тюркской. Тут я бы хотел привлечь внимание, если мы вот говорили об этом вот треугольнике таком прототюркском, то наиболее культура, отвечающая вот этим требованиям, это культура так называемых плиточных могил. Интересно, что она взаимодействовала и она была чуть более поздней, но в какой-то мере и синхронной культуре так называемых хириксуров. Это каменные курганы, обложенные по краю каменной такой вымосткой и оленными камнями. По сути этих оленных камней историки-археологи спорят очень много. Это или какой-то солярный символ, или это какое-то подобие антропоморфных статуй. Интересно, что некоторые плиточные могилы сложены из этих оленных камней. Это свидетельствует о том, что они существовали несколько позже. И, судя по всему, вот эта культура лучше других подходит на того, чтобы называться вот этой самой прототюрко-монгольской археологической культурой. Потому что она отвечает всем вот этим требованиям. Но после нее начинает возникать целый ряд культур по периферии и на месте взаимодействия разных культурных зон. Так называемым скифским миром и вот миром периферийных других культур. И в этом связи позырыгская культура, она действительно очень интересная. Она является, ну, такой пограничной между, собственно, скифскими культурами и культурой вот потомков вот этих самых плиточных могил, которые, очевидно, доживают и до этого времени. Но в целом вот земляные курганы с внутренними деревянными перегородками, глубокими могилами, очевидно, все-таки это не обязательно какое-то тюркское население. Вполне возможно, что это какое-то индоарийское, ну, тахарское население. Потому что точно такие же погребения есть в Восточном Туркестане, которые найдены в пустыне Токламакан, и там есть очень много схождений с позырыгской культурой. Но там, если позырыгская сохранилась благодаря тому, что такая личная мерзлота, да, вечной мерзлоты, то в Токламакан там просто ни грамма воды нет. Там все просто высушило. И теперь, когда, значит, ветровая эрозия выдула, значит, вот этот самый курган, то там все это осталось просто на земле. И вот эти вещи, они такие же удивительным образом напоминают элементы позырыгской культуры. Хорошая тема была затронута о взаимодействии культур. То есть взаимодействие культур, цивилизации, культурный код активно взаимодействовало, начиная в эпоху древности, в эпоху раннего средневековья. И у меня в связи с этим вопрос, насколько было тесное взаимодействие прото-тюркских, древне-тюркских и иранских. Я думаю, что очень сильно. Ведь если мы посмотрим на историю Евразии в эпоху поздней бронзы, то с удивлением увидим, что вот индорийские племена завоевали практически всю Евразию. У нас в Европе, например, нет ни одного, ну кроме одного народа, который говорит не на индоевропейском языке. Это баски, которые чудом сохранились в горах Пиренеев. А как они там оказались? Это древнее население, собственно говоря. Скорее всего, это эндемики, которые, собственно, вот это палеоевропейское население, а все остальное было завоевано индоевропейцами. И они завоевали Иран, они завоевали Северную Индию, они завоевали практически Северный Китай, и империя Джоу считается наследницей этих. И здесь они столкнулись с какими-то вот этими прототюрскими племенами. И, несомненно, прототюрки заимствовали их очень много. Вот эти самые колесничьи культуры, элементы вооружения, военную организацию. Вот в сюжете была речь о том, что Ашина происходит от волков. Но мы без труда вспомним, что от волков считали себя происходящими и римляне. Представляете, на разных концах Евразии фактически существует одна и та же легенда. Это говорит, скорее всего, о каких-то древних связях, какой-то общий элемент вот этой самой культуры. И он возникает, очевидно, тогда, когда прототюрские племена столкнулись с этими иранскими народами и сумели выстоять. Если вот европейцы, европейские народы просто исчезли, то прототюрки оказались более стойкими. Они сумели приспособиться и остановить движение индоиранских племен. Вы сказали, Искандер, о влиянии иранской культуры на прототюрскую. А обратное влияние было? Да, когда начинается обратный ход и начинается движение тюрок, которые постепенно начинают перемалывать и захватывать. Но это, очевидно, произошло уже в несколько более поздней эпоху, уже в эпоху Хунну. В последние годы, даже десятилетия, достаточно популярны генетические исследования по изучению истории, этногенеза народов. Я ношу интересное высказывание известного российского этнолога Тишкова Валерия Александровича, известного, что он очень негативно относится к генетическим исследованиям, вообще не признает ее за науку. Так вот, позволю себе процитировать следующую его интересную фразу. «Человек не рождается татарином, он становится татарином в результате социализации семейной, а затем и общественной среды». Мне интересно знать ваше мнение. Генетические исследования – это очень важный элемент, один из источников наших знаний о происхождении и развитии народов. генетиков, но это метод, который был сродни антропологии. Собственно говоря, если историческая антропология или остеология – это изучение внешнего вида, костных остатков людей, то генетика – это изучение того же самого, но только с точки зрения кода ДНК, с помощью определенной отрезка ДНК, которая называется гоплогруппами, которые долгое время остаются неизменными, подвержены только очень малым изменениям за историю человечества. Хотя тоже изменяются и разделяются. Поэтому, если раньше были большие такие гоплогруппы, то сейчас они еще больше-больше дробятся между собой. И тем не менее, когда речь идет о происхождении народов, то это один из дополнительных источников. Но это основной или дополнительный источник? В этом смысле, конечно, в свое время, здесь можно привести такой пример. В начале 20 века, когда только появились методы антропологии, и наука, измеряя черепа, получила на руки цифры, с помощью которых можно было показать, чем отличаются представители разных рас, не с помощью рисунка, а с помощью цифр. И появилось такое искушение с помощью этого построить генетическую историю человечества. Но через какое-то время антропологи выяснили, что вот эти элементы антропологические, внешнего облика, они очень устойчивые. Например, Волгуральский регион, сублапаноидная раса, которая характерна для населения этого региона, она практически неизменна с эпохи камня на этой территории. То есть в те миграции, те включения людей, которые происходили на протяжении, допустим, раннего Железного века, бронзовика, эпохи Средневековья, они оказали незначительное влияние на это. Точно самое и генетические исследования. Вот если мы... Вот, кстати, я всё хотел давно спросить. В отношении древних тюрок проводились ли такие подобные исследования? Если да, то какие были результаты? Да. Вот если мы говорим, что культура плиточных могил – это наиболее отвечающее требованиям лингвистики, археологии, то там, да, проводились генетические исследования. Они показали гоплогруппу Ку, такая очень довольно редкая гоплогруппа. И она характерна, ну, для современного, в том числе и монгольского, тунгусо-маньчжурского населения. А вообще для, допустим, для татар, для башкир характерна совсем другая. Р1А1 или Р1А1Б – это другая гоплогруппа. Но это просто говорит о том, что... В чём, собственно, прав как раз академик Тишков, что этническое самосознание и язык распространяются не через генетические законы, не естественным путём, а это происходит за счёт социализации. Сейчас я хотел бы задать вам вопрос, связанный с вашей недавней поездкой на территорию современной Монголии. Я знаю, что вы там в течение уже последних нескольких лет принимаете участие в исследовании археологических памятников. Вот нам бы было интересно, что за памятники, имеют ли они отношение к нашей сегодняшней теме? Работы в Монголии – это часть большой грантовой программы, которая организовала Академия Наук Республики Татарстан. И это совместная экспедиция татарстанско-монгольская. Со стороны татарстанской участвует, в первую очередь, Институт археологии имени Альфреда Хасановича Халикова и Институт истории имени Шагабадир Моржани. А с монгольской стороны – это Институт истории и антропологии Монгольской академии наук. Руководителем экспедиции является академик нашей академии Айрат Габидович Сиддиков. Он начал эти работы, и мы ведем их на очень интересном памятнике в северной столице Игурского Каганата. И мы проводили разведки вокруг этого самого городища и вывели довольно интересный памятник вот этой так называемой херексуры, то есть каменные курганы эпохи бронзы. Проблема только в том, что их действительно на территории северной Монголии довольно много. Это один из таких очень многочисленных археологических объектов. Они являются частью общей природной экологии историко-культурного наследия Монголии. Поэтому мы фиксируем, фотографируем. Жили в каких условиях, Айскандер? Ну, условия, как всегда, нет в юртах. Ощутили дух древних юртусов? Да, конечно. Должен сказать, что в юрте гораздо спокойнее и комфортнее жить, чем в палатке. Какая бы палатка ни была, ни одна из них не сравнится с юртой. Это, конечно, уникальное сооружение. Я действительно думаю, что можно поговорить об этом в дальнейшем. А так, в жаркую погоду там прохладно. Когда дождь и холод, очень комфортно. Дождь не пробивает. И там можно согреться. И она согревается даже от дыхания. И спать там довольно комфортно. То есть не жарко, не холодно. Поэтому мы всегда в экспедиции стараемся взять в аренду и жить в юртах. Насколько вы планируете продолжать исследование на территории Монголии? Все будет зависеть от финансирования. Без того, чтобы понять в Монголии, какие были памятники, что это за памятники, каких культурно-хронологические связи с другими памятниками тюркского времени, их, в свою очередь, памятниками в Восточной Европе, мы не поймем саму суть ранних этапов истории татарского народа. Искандер, можно ли говорить о том, что эпоха конца первого тысячелетия до нашей эры, эпоха прото-тюркская, тогда формировалась единая общая тюркская идентичность? Вот дело в том, что археология, она не дает ответ на этот вопрос. Это может дать только некоторые источники, ну, в частности, китайские. Но китайцы называют их всех, очевидно, вот ираноязычные кочевники, варвары, они называли жунами, а вот эти они называли ху или дунху. И очевидно, что вот здесь было какое-то различие в понимании ими этих самых плен. То есть они четко разделяли индоиранские и тюрко-монгольские народы. Ну, там есть определенные названия, и интересно, что на мелклатуре этих племен в китайских источниках есть племя, которые они называли как собакоголовые. Вот очевидно, это какие-то прообразы вот этой самой легенды о происхождении тюрок. То есть это так, ну, скорее всего, что они имеют прародителя, что это вот они гадают на вой собак там и так далее. То есть, скорее всего, речь идет, я не знаю, как у самосознаний было ли у них какое-то общее тюркское, но какие-то племена, которые, скорее всего, можно отождествить с тюрками, действительно локализуются вот в этом самом регионе, о котором мы говорили. Искандер, большое спасибо за содержательную беседу. Надеемся на новую встречу в этой студии, дорогие телезрители. Это была программа «Кто мы, татары?» Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова